Добрый день, уважаемые слушатели! Предлагаю вашему вниманию вторую часть цикла лекций, посвященных истории России XIX века. Она охватывает период с 1848 по 1881 год и называется «Эпоха Великих Реформ». Середина XIX века – удивительное время в истории человеческой цивилизации. Идущий с начала столетия технический прогресс достиг таких масштабов, что потребовал радикальных социальных изменений. Железные дороги изменяют экономику. Развитие медицины и бытовой техники ставит вопрос о женском равноправии. Телеграф и газеты – первая в мире система мгновенной связи – меняют мировоззрение людей. Другим фактором, оказывающим колоссальное воздействие на события той эпохи, стал рост национального самосознания народов. Пробужденные эпохой Великой Французской революции, нациям становится тесно в границах государств, прочерченных согласно Венской системе. Они хотят большего. В Европе вспыхивают войны, рождаются новые великие державы. Выбор, модернизация или отсутствие развития становится не только перед европейскими, но и перед азиатскими странами. Они стоят перед альтернативой. Стремительная модернизация или испытать на себе бремя белого человека. И дают на это довольно разный ответ. В России император Александр II и его сотрудники проводят программу радикальных преобразований, вошедшего в истою, как великие реформы императора Александра II. Отмена крепостного права, создание новой судебной системы, создание системы земского самоуправления, военная реформа, реформа печати, реформа городского управления, первые шаги к созданию национальной системы здравоохранения, преобразование в экономике. Все это тесно увязанные между собой программы, радикально меняющие внешний и внутренний облик России. Империя стремительно менялась снаружи и изнутри. Естественно, подобного рода социальные катаклизмы, социальные изменения не могли не вызвать живую реакцию общества. И она принимала самые разнообразные формы. Никогда еще в истории России не осуществлялась столь масштабная и планомерно подготовленная программа преобразований, чем она может быть интересна и в наше время. Эта эпоха начинается для России с грома пушек на бастионах Севастополя, а заканчивается роковым взрывом на набережной Кривокова канала. Эпоха великих реформ. 10 лекций, охватывающих период с 1848 по 1881 годы. Спасибо за внимание.